всем привет многие люди не заводят домашних питомцев и у них есть на это тысячи причин они пахнут с ними нужно гулять аллергия командировки много шума и вообще у меня нет лишних денег так вот для таких людей мы нашли идеального домашнего питомца это гигантские сухопутные улитки охотины они не пахнут не шумят не кусаются очень неприхотливы в питании стоят дешево порой их даже раздают бесплатно а также с улитками не нужно гулять и их можно надолго оставить одних заведите себе улитку и пусть американцы вам завидуют так как в сша охотины запрещены для домашнего содержания а все потому что когда-то они бесконтрольно размножились сожрали всю растительность и штукатурку на домах а вообще эти улитки очень интересные создания и сегодня мы попробуем вас в этом убедить вы узнаете если улиток мозг какие у них зубы где улиток находятся глаза с какой скоростью передвигается улитка и что будет если улитка проползет по острому лезвию наверняка вы успели подписаться на наш канал пока мы готовили террариум а если нет то подписывайтесь прямо сейчас и не забудьте включить колокольчик а мы начинаем у нас есть две прекрасные большие улитки охотины у них нет разделения по полу эти улитки гермафродиты вырастают довольно крупными длина тела может достигать 30 сантиметров а вес почти два килограмма живут они довольно долго как вы думаете сколько лет может прожить улитка охотина напишите в комментариях охотины растительноядные улитки питаются в основном овощами фруктами и всевозможной зеленью это кстати еще один повод завести таких улиток может быть хотя бы они приучат вас к здоровой пище соль и сахар смертельная для улиток поэтому полностью исключены из рациона для крепкого и красивого панциря улиткам необходим кальций можно давать какие-то специальные смеси или же обычный кормовой мил который стоит копейки а лучше всего в качестве кальциевой добавки подходит сепия это кость каракатицы в ней кроме кальция есть еще множество полезных микроэлементов к тому же ее гораздо удобнее давать улиткам чем рассыпчатые смеси все это продается в зоомагазинах раз мы заговорили о еде значит нужно рассказать чем же улитки едят если рассуждать логически то улиток должны быть зубы поскольку они питаются твердой пищей однако увидеть зубы улиток невооруженным глазом еще никому не удавалось а все потому что это вовсе не зубы а зубчики их очень много и они очень маленькие к тому же находятся на языке глубоко во рту несколько тысяч маленьких зубчиков как терка перетирают пищу они постоянно стачиваются и на их месте вырастают новые а знаете ли вы еще животных у которых зубы обновляются всю жизнь напишите в комментариях мозг мозга у улиток нет по крайней мере в привычном нам представлении вместо него есть скопление нервных клеток и тем не менее улитки гораздо умнее чем мы о них думаем они умеют приспосабливаться к среде обитания и даже принимать некоторые решения например совершить побег из террариума говорят что эти улитки даже способны узнавать хозяина как вы думаете правда ли это глаза до глаза улиток как в детских мультиках действительно находятся на рожках вернее на верхних щупальцах они так смешно умеют их прятать а потом вытаскивать снова я могу смотреть на это бесконечно интересно что при сжимании щупальца улитка используют специальную мышцу она эту мышцу сокращает и щупальце втягивается а вот для выпрямления улитка уже эту мышцу использовать не может и она просто наполняет щупальца плазмой крови и она вытягивается зрение у них очень слабое черно-белое улитка не видит ничего дальше пары сантиметров от глаз поэтому не сможет за вами подглядывать а это тоже плюс согласитесь на нижних щупальцах улитки находится орган обоняния но если в нашем носу рецепторы улавливающие запах находятся внутри то улитки они снаружи это все равно что взять наш нос и вывернуть его наизнанку прикольно правда кстати запах улитки улавливают на расстоянии до двух метров если вам все еще не захотелось завести улитку то не торопитесь выключать это видео дальше будет самое интересное так с какой же скоростью может передвигаться улитка принято считать что улитки это самые медленные существа на планете если вы делаете что-то очень медленно то вас обязательно назовут улиткой добрался учебный год кончился но вот тут я даже не буду спорить улитки реально очень медленные даже черепаха по сравнению с улиткой это гоночный автомобиль за час черепаха может преодолеть 70 метров а улитка максимум 5 все движения улитки осуществляют благодаря своей мускулистой ноге сокращение мускулов создают волну с помощью которой они скользят по поверхности если посмотреть на улитку ползущую по стеклу по невооруженным глазом можно увидеть эти волнообразные движения согласитесь смотрится это очень эффектно я же вам говорила что улитки интересные создания но это еще не все когда улитка ползет она выделяет много слизи благодаря ей сила трения уменьшается а передвижение становится плавным и скользящим слизи улиток содержится муцин который считается чуть ли не волшебным средством которые активно используют в косметологии слизь улиток применяется как рано заживляющее средство которое способно залечивать глубокие ожоги а также разглаживать рубцы на коже красавицы древнего египта и рима при помощи масок из слизи улиток улучшали свой цвет лица и разглаживали морщинки современных салонах красоты даже есть такая процедура улитка терапия вот вам еще один повод завести охотину слизь не только помогает улитки плавно передвигаться но и защищает ее от повреждений создавая прослойку между телом улитки и поверхностью по которой она ползет говорят улитка даже может проползти по острому лезвию и не поранится давайте это проверим для чистоты эксперимента мы взяли сразу три острых предмета это нож топор и лезвие бритвы давайте начнем с ножа если честно я также как и вы не знаю что будет с улиткой и мне даже немножко страшно удивительно но улитка ведет себя как ни в чем не бывало во всяком случае если бы ей было больно она сразу бы спряталась свою раковину а она спокойненько ползет по ножу и даже обхватывает его всем своим телом чудеса да и только а теперь давайте предложим ей проползти по острому топорику результат такой же абсолютно никакого дискомфорта это впечатляет ну а сейчас будет самое интересное что может быть острее чем лезвие бритвы невероятно но и с этой задачей наша улитка справилась на ура согласитесь никакой другой домашний питомец не смог бы повторить такой трюк удивительно улитка абсолютно целая и невредимая волшебство какое-то охотины появились на земле более 500 миллионов лет назад они одни из самых древних жителей нашей планеты и за это время научились приспосабливаться к различным условиям даже ползать по острым предметам лично меня эти улитки очень впечатлили поразительные создания с уникальными способностями если вы тоже так думаете или вам просто понравилось это видео то не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями подписывайтесь у нас есть еще много интересных идей